Жители дома номер 234 по улице Черемшанской активно следят за состоянием своего жилья. Сами решают, когда и какой ремонт выполнять, привели в порядок подъезды, утеплили фасад. Не забывают и про двор. Сначала участвовали в федеральной программе формирования комфортной городской среды, а затем в региональной программе содействия. В прошлом году нам сделали двор, парковки, асфальт, дорогу. А в этом году сделали такую шикарную детскую площадку. Это прекрасная программа. Если у нас получится, мы еще сделаем и в торце дома содействие. Но у жителей все равно есть вопросы, которые требуют помощи в решении. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с горожанами, чтобы обсудить эти темы. Одна из них – дорога от дома к ближайшей школе. Глава Кировского района отметил, что этим вопросом уже занимаются. Сейчас идет разработка проекта в рамках программы «Дорога к школе». Возможность обустройства будут искать во время следующего дорожно-строительного сезона. У нас желание вот туда, до церкви, сделать дорогу, тротуар, освещение. И направо вот сюда поворот тоже. Здесь будут парковки. Вот они традиционно где паркуются. В своей программе? Да, в дорогах к школе. Во время встречи также осмотрели территорию за домами. Здесь располагается бывшая система ливневой канализации, которую жители просят вернуть в эксплуатацию, чтобы дворы не наполнялись водой после дождей. Как пояснила глава Самары Елена Лапушкина, специалисты выйдут на участок, чтобы обследовать территорию, понять, где под землей проходят старые коммуникации, сверить с планом. Только после этого можно будет детально говорить о восстановлении канализации. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует.